Привет, меня зовут Игорь Барановский, и сегодня у меня на обзоре мой инструмент, дорогой мой инструмент, который ко мне только что приехал, Курцвейл SP7 Гран. Начинаем распаковочку. Может, возможно, нам еще понадобится, я не знаю. Ура! Педаль в комплекте. Это адаптер. Вот этот запах маленького. И с другой стороны. Красота какая! Это очень хорошо, что блок питания у нас отдельно от корпуса. Потому что я сталкивался с такой ситуацией, когда ты подключаешь к инструменту непосредственно розетку, и в инструменте идет такое вот трескание. Как бы он перерабатывает, видимо, ток каким-то образом. А здесь, как на компьютере, блок питания отдельно. Конечно, моя любимая педаль Курцвейл, которая идет в комплекте. Она идет в комплекте не только с этим инструментом, но и с цифровыми инструментами компании Курцвейл, такими как цифровой кианино, К-90, К-70 и другими. Когда-то я это все на студии обозревал и хотелось это все домой забрать, а теперь это у меня все. Педаль рояльного типа, то есть не как швейная машина, а именно как должно быть на рояле. Дизайн круглый и квадратный. Тебе нравится? Экран с сенсором большой. Красотичка какая. А вот и провод. Ничего себе! Ребята, я вам сейчас такое покажу. Вы понимаете, что это два джека? Это провод и это USB. Провод питания, понятно. Если бы он не шел в комплекте, я бы очень расстроился. Но он идет. Значит, это провод питания. Мы его откладываем пока сюда. Джек. Давайте длину посмотрим. Они еще и стереоджеки. То есть его можно подключить, получается, одним концом в инструмент, в наушники, вторым концом в микшер, если в микшере через один джек подключается стерео. Но они больше, видите, они больше для домашней работы такие. Длина у них. Либо если микшер прям рядом со мной стоит. Но это очень приятно. Я такой первый раз вижу, чтобы с инструментом клали два стереоджека. Это просто какая-то сказка. Щедрость. Вот этот провод, на самом деле, он не простой. Я еще буду, когда подключать инструмент, я обязательно проверю эту функцию. Но через этот провод будет передаваться не только миди-сигнал на компьютер, что позволит этот инструмент использовать как миди-клариатуру. Но он будет работать еще как и аудиопровод. То есть отправлять и принимать с компьютера со специальной программы аудиосигнал стерео. Я сейчас попрошу второму оператору показать вот эти сеточки. Это что вообще такое? Это как будто бы вентиляторы такие. Вы посмотрите сейчас. О, сейчас мы пленочку. Давайте мы пленочку на стойке красиво снимем. Вот это все пленочка, вы видите? А также я обнаружил в комплекте вот такие резиночки. Здесь подклеивается пленочка. Вот с обратной стороны. А если инструмент планируете ставить на стол, можно их наклеить вот здесь, 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 здесь. Соответственно, снизу на корпусе. Выгружаю инструмент на его место. По ощущению, вот эта часть корпуса, она металлическая. А вот эта пластиковая. И вот здесь вот металлические вставки, сетки, которые я вам показываю. Один важный момент. Если вдруг вам привезли инструмент в холодное время года, на улице минус 30, например, то лучше подождать, чтобы инструмент немножко полежал, как и любая другая электроника. И только потом его включать. Все, я подключил питание. Но сперва я отпилею пленочек. Итак, поехали. О, как хорошо проклеено. О, как хорошо проклеено. Видите, она туда внутрь прям заходит. А, их надо просто снять, я понял. Хорошо, они съемные. Теперь устанавливаем на место крутилочки. Хорошо, что я взял на него накидку. Потому что, ну вот это великолепие. Вот ты вот ушел на два часа, и все, и уже какая-нибудь пылиночка появится. Поэтому буду закрывать его бережно, чтобы он не пылился без меня. Хотя я чувствую, что в ближайшие сутки и много суток я от него не буду отходить. Давайте педаль подключим. Так, вот она, сустейн помечена, в скобочках. Вот это педаль экспрессии, это педаль переключатель. То есть еще есть два входа для педали. Это очень хорошо. У меня, кстати, где-то лежит педаль экспрессии. Можно будет ее потом уже дополнительно подключить. То, что в комплекте идет вот такая рояльная педаль. Давайте я попробую сейчас на нее понажимать. Насколько она подверена. О, она прямо на полу стоит. Как будто бы на нее вот так вот нажимаешь. Все, и она не отъезжает от меня. Это хорошо. Ну что, включаем? Включаем. Подходи, подходи. Смотрите, здесь можно просто, как на компьютере, искать нужный инструмент. Я понимаю, что я забегаю. Вот, пожалуйста, поисковик, например. О, пожалуйста, ввел слово «хармоника». Все, инструмент есть. В следующем видео я на нем сыграю. И мы с вами прогрузимся в мир звуков Курцевая. Благодарю за внимание. До встречи. Встречаешь Да, во даже. Встречаш велосипедер.